Марка, 11 глава, событие как раз вот этого дня, которое все христиане мира празднуют сегодня. И когда приблизился к Иерусалиму, к Вергинии и Ифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и придя в него, тот час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. И если кто скажет вам, что вы делаете, отвечайте, что он надобит Господу, и тот час пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного в оборот на улице, и отвязали его. И некоторые стоящих там говорили, что вы делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали им, как поверил Иисус, и те отпустили их. И перевели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него, и многие же постелали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постелали по дороге. И предшествовавшие и сопровождающие восклицали «Ассанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Ассанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. «И осмотрев все, то же время уже было позднее, вышел в Ифанию с двенадцатью». Аминь. Вот такие события описывает евангелист Марк, что Христос заранее позаботился о том, что должно было произойти. Хотя уже время было жестокое, и на Христа уже была объявлена отхода, хотели уже Его взять, и ждали только удобного случая, и искали, где же Христос Мессия, потому что религиозная верхушка боялась какого-то конкуренции, с завистью были исполнены, как Пилат потом сказал, из зависти предали Его, и хотели взять Иисуса. Но Христос не скрывался. Когда множество народа пришло в Иерусалим, Он въехал открыто. И вот в народе было такое всеобщее ликование. Иногда происходит такое в народе, что порой, как говорят, массовый психоз, или какие-то такие массовые действия, которые вроде бы ничем и не спровоцированы были. Но вот это жило в сердцах людей, это жило в их умах, это угодно было Богу. И Бог так и предсказывал, что так и произойдет, что царь кроткий придет. И вот эта надежда, она была в сердцах людей. Знаете, как вот и сейчас происходит, порой люди выходят там на площади, на Вайданы, и вот с таким вдохновением, потому что они хотят лучшей жизни. Они хотят, чтобы что-то к лучшему изменилось. Но здесь же грязные политики начинают все это использовать в своих корыстных интересах, в своих нечистых целях. И людям порой становится еще хуже. Но вот этот порыв такой революционный, как бы, да, и вот он живет в сердцах людей, почему? Потому что люди стремятся к лучшему, потому что люди хотят лучшей жизни, потому что люди хотят счастья, хотят свободы, хотят радости. Потому что душа человека, она в этом теле, как в клетке, закрепощена. И она, душа наша, создана для неба, для Бога, для прославления, для вечной славы. Но из-за грехов человек обесславлен. Из-за грехов человек замучен. И как говорят в пословице, что рад бы в рай, до грехи не пускать. Люди вот находятся в таком, как бы, стесненном обстоятельстве своей греховности. И именно, в самую первую очередь, грех делает человека несчастным. И грех делает жизнь человека здесь на земле такой неуютной и плохой. И люди думают, что если они избавятся там от правителя какого-то там, или от строя какого-то, им лучше станет. Нет, людям нужно избавиться от греха. От этой тирании греха. От этой власти греха. И если человек избавится от этой власти греха, а избавиться можно только через Христа. Если Сын Божий освободит вас, то истинно свободны будете. И вот это и случилось потом в Иерусалиме. Три тысячи человек, потом пять тысяч человек присоединились к апостолам. И эти люди стали такими счастливыми, такими свободными, что даже многие священников присоединились к ним, как мы читаем. И вот этот народ стал особенный, грехностный к добрым делам. Это то, что задумал Бог. Раскрепостить, освободить человека. Сделать человека счастливым среди даже всех невзгод этой жизни. И это царствие внутри вас. Это царство мира, царство счастья. Царство кроткого царя, о котором вы прочитали здесь. Вот царь твой гребет тебе кроткий, сидя на ослице и молодом ослике, предсказывал пророк. И вот это событие произошло. Это случилось. Христос вошел как царь. И люди не из-за страха перед каким-то войском, перед оружием каким-то мощным, они кланялись, да, как вот это было у восточных тиранов, когда перед ним шли такие крепкие воины и били каждого, кто не кланялся. И все кланялись, да, потому что или ты будешь кланяться, или тебя ударят, и ты упадешь. Одно из двух. Но ничего подобного не было, когда въезжал Христос, да, никто не шел перед ним, и не заставлял, и не было какого-то давления, или страха. Наоборот, он был одет в обычную одежду, он сидел просто на сленке, и люди приветствовали его с радостью, с вдохновением. Они приветствовали его как царя, и говорили, «Асанна», что означает «Бог спаситель» или «Бог спаси нас». То есть они были людьми, которые знали, что есть всемогущий Бог, и что только Он может принести спасение. И вот такое вдохновение всеобщее было обращено в сторону Христа. Но мы знаем, что их состояние духовное желало лучшего, потому что многие из этих людей, которые кричали «Асанна» и «Благословен грядущий во имя Господне», всего через несколько дней уже кричали «Распни его», и «Кровь его на нас и на детях наших». Потому что их возбудили уже другие люди. Здесь они были возбуждены от Духа Божьего, и лучшие порывы души, они вырвались наружу, и они кричали «Благословен грядущий во имя Господне». Но там они были возбуждены уже вот этой элитой религиозной, которая внушила в их сердца ненависть, злобу, неприязнь, и кричали «Распни его». Он недостоин жизни. Они внушили мысль, что он богохульник, что Бог против него. И как мы читаем в пророчестве, «А мы думали, что он был уничижаем, наказуем и отвержен Богом, но он изъяснен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, и наше наказание было на нем». Вот так это все случилось тогда в Иерусалиме. Но вот в этот день ничего вроде бы не омрачало. Хотя перед этим Иисус сказал, «Вот я иду в Иерусалим, и меня предадут, меня будут избивать, и меня распнут, и я умру». А на третий день воскресного. То есть Христос уже заранее говорил и знал, что их ждет, его ждет в Иерусалиме. И хотя внешне было такое ликование, но Христос смотрел не на внешнее, он смотрел на внутреннее состояние людей, и потому он плакал в этот день. Плакал, потому что видел их, что сердце свое они не предоставили Богу. Они просто хотели лучшей жизни. Они не хотели жизни в Боге. Они не хотели совершенной, прекрасной жизни. жизни по вере. А они просто хотели к своей плотской жизни прибавить что-то еще. А не отвергнуть свою жизнь, чтобы принять новую во Христе, как предлагал Христос. И вот Вифания, то место, откуда пришел Христос и ушел, и оно, как бы, говорит нам сегодня, что нужно жить в послушании Господу, что нужно отдать то, что тебе ценно. Вот Христос не просто послал, да, Он знал, что в этом селении будут люди, которые не воспротивятся воле Бога, а отдадут то ценное, что у них было. А ценное, что у них было, вот этот ослик, который был вот такой красивый, такой вот, только выросший, такой сочный, мощный. И вот именно Христос сказал, этого ослика возьмите. Потому что Христос, Он знает все. И Он знал, что там было в этом городе, да. Он говорит, возьмите этого ослика, и если вам скажут, что вы делаете, скажите, что он назовет Господу. И вот представляете, для этих хозяев этого ослика было достаточно. Не деньги получить, там, хорошую плату, да, а достаточно было услышать, что сам Господь понуждался в моем ослике. И они с радостью его отдали, да. То есть насколько нужно было быть этим людям послушным, богобоязненным, да, чтущим Бога, чтобы вот так с радостью отдать. Представьте, если вы купили новую машину, да, и вдруг люди приходят, заводят и увозят ее. Вы говорите, что делаете? Он надумен к Богу, да. Как вы к этому отнесетесь, да. Вот именно так отнеслись эти хозяева, да. Они отдали его с радостью. Пусть раз надумен будет, будет, да. Может быть, никогда уже этого ослика не увидели, что там в этой толпе в суете, там, куда этот ослик потом пошел. Да, может, кто-то и позаботился, отвел его обратно из учеников. Но, как минимум, эти люди были послушны Богу. И духовная жизнь, она совершалась, получается, не в Иерусалиме, о котором плакал Иисус, а в Вифании, да, где была маленькая деревня, но люди знали Бога и чтили Бога. И там, можно сказать, об Вифании Иисус Христос не плакал. А вот об Иерусалиме Он плакал. Потому что, говорит, город противящийся Богу, побивающий пророков, да. А если бы вы сейчас узнали, что служит вашему миру, если бы вы сейчас уверовали в Бога, то не пришли бы на вас эти страшные казни, когда окружат вас, окопами обложат их, уничтожат, да, сожгут. И миллионы людей погибли в этом Иерусалиме, да. Потому что они не узнали времени посещения. Они не приняли Христа как царя. И каков был смысл въезда Иисуса Христа в Иерусалим? Мы читаем у Захарии, 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима, сед царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне под Иерема». Вот как Захария, пророк, да, описал вот это событие, что радуйтесь, да, потому что царь пришел к вам, потому что он пришел к вам не просто посмотреть на вас и уйти, но он пришел к вам, чтобы стать вашим царем, да, чтобы править вами, чтобы защищать вас, чтобы руководить, чтобы учить вас. Он пришел для этого, Христос. То есть он не просто так, Христос, прошел мимо нас, а он пришел к нам как царь. И от меня уже зависит, подчиниться его власти, да, или противостать его власти и быть уничтожен. Одно из двух. Потому что к тебе пришел царь, и ты должен на это обязательно отреагировать. Как? Или принять, или отвергнуть. И все последствия этого уже понести потом в вечности. И мы читаем, что те, которые приняли его, уверующие во имя его, стали детьми Бога. А написано, они верующие, они осужденные, да? То есть они уже осуждены, те, кто не принял его с верой. И вот сей день сотворил Господь. Радуйтесь и возвеселитесь волны. О Господе Спасителе! О Господи, поспешиствуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня! Бог, Господь, осиял нас! Вяжите верами жертву! Ведите к рогам жертвенника! Так Солопеец описывает этот день. Он описывает этот сегодняшний день как особенный день. День для особого праздника. День для особого торжества. И потом он говорит, этот день сотворил Бог. Бог к людям послал своего царя. Сына своего возлюбленного. И, как народ кричал, благословен грядущий во имя Господне. То есть, Христос пришел, будучи послушен Отцу, любя нас. И поэтому мы благословляем из дома Господня. Поэтому мы радуемся. Радуйтесь и возвеселитесь в этот день, говорит Господь. Потому что у вас есть царь. У вас есть господин. Вы не брошенные кем-то. Потому что люди, которые вот на этой земле живут, они на самом деле хотят иметь хорошего царя, который бы заботился о них. Вот как сейчас там на Украине многие говорят, что вот мы уже устали от того, что одни воры изменяют других воров, что никто не думает о народе. и на самом деле, когда раньше в детстве там был, там земля процветала, там были сады прекрасные, плодов было тысячами, там собирали ящики, говорит, 9 ящиков людям, один ящик тебе. И вот собирай сколько хочешь, погибнет, если не соберешь. Такое было изобилие урожая. Столько земновых, столько всего. И люди были такие очень зажиточные, богатые, красивые дома украшенные. Жизнь такая была вроде бы веселая. А приезжаю вот в это время, уже после перестройки, все разрушено, деревья, эти сады там колхозные, вырваны все, спилены. Все там растащили по своим домам. Дома такие мрачные, там с заборами окруженные. И люди ненавидят друг друга. Почему? Другая власть. Другая власть пришла. С другими целями, с другими задачами. И пришли не для того, чтобы людям было хорошо, а для того, чтобы как можно больше украсть. И потому люди страдают, мучаются. И там кричат, Путин, приди, порядок наведи. Кто-то там, кто-то наоборот кричит, Бендера, приди. То есть ищут кого-то, но на самом деле им нужен Христос. Они должны принять истинного царя, который поистину любит их, который не хочет там у них что-то украсть. Это сатана приходит, опор, украсть, убить и погубить. А Христос приходит, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. То есть Он хочет принести нам эту жизнь с избытком. Он хочет принести нам вечную жизнь. Чтобы всегда с Господом были. Чтобы полнота радости была пред лицом Господа у нас всегда. Вот для этого пришел Христос. И можно сказать, желания-то совпали. Желание Бога благословить нас и желание людей быть благословленными, оно соединилось в этот день. И потому был такой восторг. И асанна, что означает, Господи, спаси нас. То есть они осознавали свое подавленное, униженное, обесславленное состояние. Такое незащищенное. Такой страх был в их сердцах. И они нуждались в Спасителе. И вот Спаситель пришел. Тот, который способен спасти, помиловать, оправдать, очистить, возвеличить, прославить и дать жизнь с избытком и вечную жизнь. Пришел Спаситель. И также они кричали, благословен грядущий во имя Господне. То есть они признавали в Иисусе Мессию, Царя Израиля. И у них была эта вера. Но эта вера была, конечно, слабая. Как мы читаем немножко после у того же Евангелиста, что два вроде бы ученика Иисуса шли и размышляли между собою. И говорили, а мы надеялись было, что Он спасет народ. А вот уже три дня, как Он умер. И Христос возмутился даже и сказал, Он медлительный сердцем, чтобы веровать тому, что Бог сказал, что Бог открыл вам. Ведь это все написано в Библии. Не так ли надлезало в Писании, что таким образом воцарится Христос именно через страдания, через жертвенную смерть, Он будет вашим Царем и Спасителем. И принесет вам Новый Завет через свою пролитую кровь. И они в этот день праздновали. Они говорили, благословен грядущий во имя Господня Царь Израиля. Благословенно грядущий во имя Господа Царство Отца нашего Давида. Потому что еще в веках, тысячелетия назад, Бог обещал, что будет вечное Царство. Царство Давида. Оно будет вечное. И вот это пророчество о вечном Царстве. О Царстве, в котором не будет конца. Потому что какие бы ни были Царства, тиранов, каких-то злодеев, они прекращались, потому что умирали эти тираны. И разрушались эти династии, как династия Романовых, была когда-то Российская империя. Она тоже разрушилась, да перестала быть царской. И все проходит. Кто-то с сожалением, кто-то с радостью думает, что вот так все проходит. Но есть то, что непроходящее, есть то, что вечно. И вечное это Царство, которое исполнилось через Иисуса Христа, как потомка Давидова. И если мы открываем начало Евангелия, то мы читаем родословие Иисуса Христа. И оно берет сначала от Авраама, Давида и до Христа. И вот Христа называли сын Давидов, потому что он был из рода и дома Давидова. И когда была перепись, то куда пошел Иосиф с Марией? В город Давидов, да, Вифлеем. Почему? Потому что он был из рода и дома Давида. Потому он туда пошел. И вот это пророчество, которое было сказано о Царстве Давидовом, оно исполнилось в Иисусе Христе. Потому что Христос пришел, чтобы один раз воцариться, и этому Царству уже не будет конца. То есть прошло две тысячи лет, но это только начало, только первый день Царства. Пройдет еще две тысячи лет, это будет только второй день Царства Христа. И так будет всегда. То есть Царство Христа, оно вечное, оно никогда не прекратится. Оно никогда не пройдет, никогда не будет, оно уничтожено, или свергнуто, или, потому что он Бог, и он вечный Бог. И его Царство, оно вечное Царство. И они кричали, люди, также, а сам на Вышних, это прославление Бога, Иеговы, запосланного Избавителя. Они прославляли Бога, что Он послал Избавителя в этот мир. И когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем, и сказал, ой, если бы ты, хотя бы в этот день, узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. То есть, есть, это большая проблема в людях, что люди не знают всего, они не видят всей картины, они не видят всей правды. Их взоры, как взоры слепых, а у них есть только свое представление, которое ограничивает реалью того, что происходит на самом деле. И вот, хотя эта группа людей радовалась, народ радовался, но, как власти этого города, политические, религиозные власти этого города, они были настроены совершенно по-другому. И они собрались вместе в Синедрионе и говорили, многие объявили его уже царем. То есть, они были возмущены этим. что народ его приветствовал как царя. То, что приветствовал народ, это еще не все. Его отвергли лучшие представители народа, правители народа его отвергли, элита народа его отвергла. И потому, они обрекли вот этот город очень печальной участи. И вот, прошло уже две тысячи лет, и вот этот город Иерусалим, да, что означает город мира, две тысячи лет уже в этом городе нету мира. И если вы сейчас придете в этот город, то увидите, что там нету мира, там люди ходят с оружием, они готовы в любой момент к этим атакам, да, то есть, там идет эта постоянная война. Кто-то готовит эти бомбы, это оружие, кто-то готовится отражать эти нападения, и нету мира. Почему? Потому, что царя мира этот город отверг. Хотя, этот город был и создан для него, да, как он сказал своим родителям, что вы ищите меня, ведь я должен быть в доме отца моего, да, он и построен для меня, но этот город отверг Иисуса. И потому нету в этом городе мира, до сих пор нету мира. И будет мир только тогда, когда они преклонятся перед Иисусом, когда они признают Его своим царем, только тогда придет мир. И вот какая привилегия, что написано, что ты открыл это ничего не значащим, Господи. Так как дети не приняли, ты сказал, идите по дорогам по Игореве, позовите всех на мой праздник. И сегодня вот это время благоприятное, когда из всех народов Господь призывает себе и говорит, признайте Меня как царя, придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и найдете мир. Мир Мой даю вам, говорил Иисус, не так, как в этом мире вы Его не найдете. Только Он об Иисусе Христа, только в Его власть приходит этот мир. И сегодня. И если наше сердце сегодня не имеет этого мира, это говорит о чем? что Я еще не признал Его полностью как своего царя. Когда Я полностью признаю Его как своего господина и царя, то мир придет и в мое сердце. Мир придет в мой дом. Мир придет в наш город, если мы не отвергнем, а примем Мессию, Спасителя. И Христос сегодня взывает к людям и говорит придите ко мне все труждающиеся обремененные и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо и бремя мое легко. Вот это сегодня предлагает Христос как однажды воцарившийся царь, царству которого не будет конца, и он приносит, только он приносит истинное благо. Все остальные, он говорит, они многие придут под именем моим. Очень многие люди придут и скажут, мы хотим принести вам благо. Но Христос говорит, это вор и обманщики. И только Христос воистину приносит благо. Только он царь истинный. И царь, который обладает вот этим качеством любви и кротости. Он настоящий царь, который и должен быть в жизни каждого человека и в нашей жизни. И он пришел, чтобы показать народу своему смирение перед Богом Отцом. Спаситель и Избавитель, как мечтаем у Исаии, трости надломленные не переломит и накурящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Как люди во все времена страдают от того, что судьи судят за взятки, судят нечестиво, привратно, небрежно и поэтому многим людям плохо. но только Иисус производит истинный суд. И написано, что весь суд Бог Отец отдал Своему Сыну. И если мы приходим к Нему с верой, если мы судим сами себя, то написано не будете судим, будете только оправданы Христом. Но тот, кто отвергнет, написано это как камень, который отвергли строители, но который стал главой влах. И кто отвергнет, тот раздавлен будет им, тот уничтожен будет Христом. Но тот, кто примет, тот спасен будет им. Итак, идите на крест Голгофы, и Христос пришел, чтобы не просто войти в Иерусалим, а чтобы еще и умереть за грехи всего мира, чтобы стать совершенной жертвой. И так некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, учитель, запрети ученикам твоим. но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют. И когда приблигился к городу, то смотря на него, заплакал о нем и сказал, о, если бы ты хотя бы в этот день узнал, что служит миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. то есть мы видим, что даже в этот праздничный день, в это ликование народа, которые кричали осанна благословен грядущего имя Господня, нашлись те люди, которым это не нравилось. Они хотели это прекратить прославление. Они даже Христа упрекали, запрети народу, чтобы не ликовали, не радовались. Для них не было праздников. А все, что происходило, это только раздражало их. То есть были те, кто радовались в этот день, слали одежды свои, бетви, но были те, кто негодовал, кто злился и кипятился и хотел прекратить это. И то же самое происходит и сегодня, ничего не изменилось. Есть люди равнодушные, есть люди, которые поклоняются Иисусу и отдают самое дорогое, что у них есть, но есть те, которые ненавидят Христа, которым не нравятся эти праздники, которые прославляют Бога, и они хотят их остановить и уничтожить. И святой да освящается еще, а нечестивый пусть делает нечестие. Бог дает людям вот это право выбора, эту свободу. и говорит, знай, ты можешь жить как хочешь, но знай, что однажды ты предстанешь перед Христом. И будет ли этот день для тебя радостным и счастливым, или этот день будет для тебя ужасом? Это решать тебе. И Христос вошел в храм. Люди постилали свои одежды, ветви, искали получить для себя определенную какую-то выгоду, может быть какое-то особое для них благословение, но не хотели покаяться в своих грехах. То есть они не шли к Богу. Они ждали вот это место было для поклонения Богу, куда пришел Христос. И Христос сказал им, написано, дом мой, домом молитвы налечется, а вы сделали его вертепом разбойников. То есть то место, которое должно было быть местом общения с Богом, местом поклонения, местом встречи людей с Богом, это место превратилось просто в торговый зал. И вот если мы сейчас посмотрим, то особо-то церквей и храмов не строят, зато много строят магазинов. построили еще строят, там построили большие еще больше строят, так как людям нужно вот это пища телесная, людям нужна эта одежда, и они об этом думают, они в это готовы вкладывать деньги, ехать, и вот это процветает, торговля. То же самое было и две тысячи лет назад. Процветала торговля где? В самом святом месте, где люди должны были встречаться с Богом, там у них торговый центр, превратился в торговый центр, какой-то мегамаркет. И Христос конечно же пришел в большое негодование. Он говорил, что Божие нужно отдавать Богу, что все должно быть на своем месте, кесарево, кесарево, торговля должна быть торговлей на своем месте, но вот то, что свято, оно должно быть свято. И за этим нужно следить. А нам Христос христианам сказал, что вы храм живущего Духа Святого. И вот ваши сердца должны быть открыты для Бога. У вас должно быть это посвящение Богу. У вас должно быть это особое место Богу в вашем сердце. Что ищите прежде Царствие Божие правды его, а пища, одежда уже будет как бонусом идти. Это будет прилагаться к вам. Бог уже позаботится об этом. Но люди как и тогда поступают с точностью наоборот. И то, что должно быть Божье, они превращают вместо своих забот, суеты, вместо того, чтобы это было местом поклонения Богу. Вместо того, чтобы было наше сердце как храм живущего у нас Духа Святого. Они наполняют себя заботами житейскими, какими-то своими целями. И для Бога уже нет места. Бог уже становится в сердце человека тесным. И они говорят там Бог-то Бог, да сам не будь плохо. То есть сам о себе позабочися, сам для себя живи. Ты сам себе Бог. Вот к этому ведет их враг душ человеческих. И очень многие следуют этим широким путем забывая о Боге. И очень немного тех, которые как старец Симеон, как Анна, приходили в этот самый храм, который стал местом торговли, но они приходили туда воистину общаться с Богом. И Бог говорил с ними. И они удостоились этой чести быть в присутствии Бога всегда. И вот мы должны тоже проверить сегодня свои сердца, свою жизнь. Насколько мы храм живущего у нас Духа Святого. Или мы больше похожи не на храм, а на место вот этой торговли, вместилище всякой суеты. И поэтому Господь говорит остановитесь на путях ваших и обратитесь к вечному, к тому, что неприходящее. ищите того, что вечное, что Бог, а не ищите вот этого земного и временного. Потому что даже многие христиане, они приходят к Богу со своими желаниями, со своей суетой и говорят Господи, вот у меня столько проблем, у меня столько дел, вот ты пожалуйста иди и мои дела делай. И помогай мне. И то, что я хочу, ты приумножь. Ведь именно часто так мы молимся Богу. Вот я, Господи, задумал вот это, ты вот мне вот это благослови, сохрани, дай, открой возможности. И мы ищем своего. Вместо того, чтобы сказать, что у меня есть Бог, и без Него ничего не хочу на земле. Как Библия мечтает. Что я буду делать только то, что Бог мне скажет. И как говорили верующие люди, что если ты не пойдешь, то мы не сделаем шагов, если ты не пойдешь впереди. Один верующий мне сказал, я иду по жизни, а Бог за мною идет. То есть он как бы считает, что он Бога привязал нам. Он как локомотив, а Бог как паровозик за ним. Но так никогда не будет. Потому что Он творец, а мы творим. И мы созданы для Бога, а не Бог для нас. Как многие думают, какой я хороший, и Бог еще для меня тут все посылает, чтобы я царствовал. Нет, ты создан для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы Его цели исполнять, чтобы Его волю исполнять здесь на земле, служить. Ему служить, а не так, чтобы Бог служил мне. Как помните, бабка сказка о золотой рыбке, чтобы сама рыбка была у меня в услужении. Вот так мечтают люди, так хочет их похоть человеческая, чтобы сам Бог был в услужении у меня. И что я пожелаю, чтобы Бог выполнял. Страх тебе дах и Бог тебе дал пожелал еще что-то или светик семицветик, раз оторвал и все тебе вот. Вот об этом люди мечтают. Они мечтают о том, чтобы исполнить волю Божию, чтобы служить Богу, чтобы поклониться Ему. Как Давид мечтал, говорит, как я желаю войти в храм твой, чтобы поклониться святому имени твоему, чтобы быть в присутствии твоем. К этому стремится вся душа моя. Как лань потоком воды, так душа моя стремится к Богу живому, чтобы прийти к Нему и один день присутствия лучше тысячи. Этот человек имел правильное состояние своего сердца. Его сердце было этим храмом, что я живу для того, чтобы прославлять Бога, для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы Его Царство здесь на земле распространять. И вот посмотрим на свой храм, в каком он состоянии. Наполнен ли он суетой, или наполнен вот этим благоговением, желанием служить и поклоняться Богу. В каком состоянии храм твоего сердца. Христос придет. Как он пришел когда-то в Иерусалимский храм, и опрокинул эти столы, эти деньги рассыпал, даже веревку бич сделал и выгнал всех торгующих, продающих и сказал не превращайте этот храм вместо вот этой суеты того, или наживы. Вы живете не для того, чтобы деньги зарабатывать, вы живете для того, чтобы Богу поклоняться. Так живите поклоняясь Богу. В этом ваша цель. И он говорил, что польза, если ты весь мир приобретешь, а душа в ад пойдет, какая польза от этой? душе своей повредишь. Разве это будет польза? Душа-то она вечная, а эти деньги, эта земля, это все сгорит, это все будет уничтожено. Это не стоит того, чтобы тратить на это свою жизнь, но стоит того, чтобы потратить свою жизнь, чтобы приблизиться к Богу, чтобы служить Богу, чтобы приобрести славу вечную перед лицом Божьим. Для этого стоит жить, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это даже жизнь отдать, чтобы Бога прославить. Потому что Бог нам дал жизнь, чтобы мы искали Его, не ощутят, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Чтобы найдя Бога, служить Ему. Для этого Бог нам подарил жизнь. И вот в этот особый день придем к Иисусу не просто так внешне, как этот ликующий внешне вроде бы Иерусалим, но на самом деле наполненный не славой Божьей. И самое святое место храм был наполнен не славой Божьей. И это огорчило Христа. И смотря на этот город Иисус плакал. Может так случиться и сегодня, что Иисус подойдет к тебе, посмотрит на то, что у тебя в сердце и заплачет. Может такое? И постучит вот так по голове и скажет, ну как ты бездарно тратишь свою жизнь? Для чего ты живешь? Ну пойми ты наконец, не для этого тебе жизнь дана, не для суеты для этого. И к этому мы должны прийти сами, сознательно. Мы должны сделать этот выбор сами, чтобы поклоняться Христу, чтобы славить Христа, чтобы Христос пришел и увидел в нашем сердце этот храм. И возрадоваться. Аминь. Будем мальчик.